Неделя и понедельник У славян временной отрезок в 7 дней именовался «седмица», а слово «неделя» в старину употреблялось совсем в другом значении. Недели называли «седьмой день», который мы сейчас зовем «воскресеньем». Существительная неделя образовалась от сочетания глагола «делать» с частицей «не». «Не делать», то есть «не работать», «отдыхать». Кстати, первоначальное значение слова «неделя» – «день отдыха», «выходной» и сейчас сохраняется в славянских языках, например, в украинском и белорусском. Старое значение слова «неделя» объясняет и название первого дня семидневного цикла. Понедельник – день, следующий за неделей. Приставка «по» равнозначно здесь перелогу «после». Понедельник буквально означает «после недели», то есть «после выходного дня». О происхождении названий других дней недели мы поговорим в следующих наших выпусках. Впереди у многих дни отпуска, и я надеюсь, что будет время взять в руки книгу. Сегодня рекомендую вам прочесть повесть Николая Семеновича Лескова «Леди Магбет» Мценского уезда. Сразу же привлекает название книги. «Леди Магбет» – это Шекспир, а Мценский уезд – глубинка России. Следовательно, в книге должны развернуться шекспировские страсти. И на самом деле здесь показан характер очень сильной русской женщины, которая любит так, что ничего не боится. Фабула напоминает сюжет «Грозы» Островского, но сходство сюжета – лишь внешняя сторона. Героиня Лескова очень сильна, но сила ее с отрицательным знаком. «Катерина нравственно падает. Любовь ее к отцу ребенка, как любовь многих страстных женщин, не переходила никакую свою частью на ребенка», – пишет автор. Однако каждый волен сложить свое мнение о героине этой повести, прочтя книгу Лескова «Леди Магбет» Мценского уезда. Автор пишет только половину книги, другую половину пишет читатель, отметил однажды Джозеф Конрад. Чтобы иметь свое собственное мнение, читайте больше. Удачи вам в делах, будьте грамотны! «Леди Магбет» Магбет»